86-летний дедушка из ревности попытался сжечь вместе с домом свою 82-летнюю бабушку. Это история любви и ревности. Юрий Петрович приревновал Нину Михайловну к соседу помоложе. Следил, добыл доказательства и решил сжечь. План почти удался, но бабушку удалось спасти, а Юрия Петровича разоблачить, и на склоне лет он был задержан. В этот вечер мы с женой поссорились. Я решил покончить, сходить на железную дорогу, лечь под скорой, и все. Но не дошел до этой железной дороги, трава большая, а с этим костырем застрял. Вернулся, со злости взял пару спичек, пару, даже не одну, коробку бросил, спички горячие, и лег спать. Потом, когда я перезабачил, задница припала, привалил, я выскочил. Скочил, на улице выскочил. Так а вы зачем дом-то подожгли? Расследовался на жену. И что вы хотели? Чтобы она больше не жила в этом домике. Домик мой, я сам строил. Ну, говорят, что он из бани наблюдал, как горит. Злорадствовал, что вот, ну, жить хочешь. Все такое. Ну, она на чердачном помещении, ну, наверху. Она оттуда спрыгнула, потом окошко выломала. А вы хотели, чтобы она погибла? Нет. Откуда погибла? Она на втором этаже была. Ну, и что на вторе? Она оттуда выпрыгнула. Она к соседу похаживала. Похаживала к соседу. Вроде какая-то ревность у нее появилась. Можете, ко мне. Нина Михайловна говорила, что вроде того, что не подходить тут, а то сейчас выбежит, узнает там что-то, слышит. Я чувствую, в другой раз он приходит, мальчишка, она ей лицом-то меняется. Дельник свежий, красивый делает сразу. И выпрямляется. В конце-то, в конце. Ну, я-то видел, я даже проследил пару раз. Она, как бывало, встанет где-то в пятом часу. И раз, умыкнула. Нет ее. Куда-то делась. Можешь, заходила пообщаться. Пять часов утра-то. Да, она пошла пообщаться. Все правильно сказали. Бывает такое, что вот человек в возрасте и начинает рюновать. А кого рюновать-то уж. Бабушка-то уж. За восемьдесят. Вы ревнивый человек. Ой. Каждый шаг. Даже по секретарю ходил. И то я не давал ей проходу. Ну. А потому что знал. Пару раз поймал. Застал. Встал. Нету. Куда делась. Туда-сюда. Открыл дверь. А сейчас роса утром. Пять часов. Очень хорошая роса. А роса вот тропочкой идет. К соседу ведет. Ну, как зачем? Ты пришла? Вот тебе прямой ответ. Если ты хочешь. Так ей восемьдесят два года. А? Так ей же восемьдесят два года. А ты знаешь, что такие лучше. Ой, опять выразиться. Нюш, не извините меня. Я... Ну, я-то больше, наверное, знаю. Как и восемьдесят два года. И сколько прожил. Ну. Я даже вот, если руку положил на попу жены, знаю, сколько там было уже. Догадываюсь. С полученными телесными повреждениями в виде перелома бедренной кости и ожогом дыхательных путей, 82-летняя потерпевшая доставлена в больницу. Юрий Петрович, а вы сейчас переживаете то, что она находится в больнице? Кто? Нет. У нее зло бы до сих пор. Тебе, представляете? До сих пор я на нее злой такой. Вот такая гремучая смесь от Элла, Анна Каренина, Синяя борода. Юрий Петрович, бывший спортсмен-легкоатлет. На 87-м году теперь он оказался задержан. И переговорить его могут к 15-ти годам лишения свободы.